всем добрый день рады видеть вас на своем канале меня зовут Олеся и сегодня у меня для вас один очень интересный необычный рецепт булочек булочки жирафы вы уже могли увидеть что из себя представляют эти булочки такие они ярко-ярко-ярко-желтенькие с крапинками с трещинками такого рецепта у нас на русскоговорящем ютубе и в каких-то кулинарных формах я еще не встречала я же нашла данный рецепт на одном из хорватских кулинарных форумов и перевела его изначально рецепт булки были соленые но я все-таки решила немного добавить сахара но него но не очень много они получаются как бы едва ощутимо сладкие то есть можно и с чем-то соленым их есть и можно и с чем-то сладеньким дополнить каким-то джемом или вареньем и попить чаю с этими булочками на вид они очень завлекательные так и притягивают взгляд так и хочется схватить эту красивую необычную булку потрогать что же там такое почему она такая пятнистая на вкус получается как я уже сказала не не очень сладкие сверху хрустящая корочка внутри желтенькие мягенький мякиш и давайте уже скорее и к этой и так давайте начнем готовить наши интересные булочки жирафики и рецепт совсем простой для начала сделаем тесто для теста нам понадобится мука дрожжи сахар соль вода молоко и куркума для желтого цвета даже без яиц тесто делается молоко у меня уже здесь 250 миллилитров подогрето очень удобно такой ковшик вот с меркой подогревать молочком или что-то берем миску вливаем 250 миллилитров 120 миллилитров воды теплой дрожжи 7 грамм 2 с половиной чайной ложечки соли чайную ложечку сахара одну две столовые ложки зависимости от того как вы любите я покладу 2 растительного масла тоже 2 и куркумы грамм 5 и покладу одну чайную ложку все перемещаем как видите тесто делается безопарным способом конечно если берете живые дрожжи нужно будет подождать пока они немножечко минут 15-20 развести их в молоке с сахаром пока они немножечко подойдут я беру инстантные сухие дрожжи поэтому можно так мука мне здесь пол килограмма просеянном же так что все очень легко быстро и просто просто смешиваем все ингредиенты молоко с водой как я уже сказала подогретые до 37-40 градусов вообще изначально эти булочки рецепт шел как соленые булочки ну не знаю как то такую красоту делать солеными ну если хотите можете попробовать здесь сахара было минимум пол чайной или 1 чайная ложечка я потом уже его переделала все-таки на на сладкий рецепт еще для пару горстей муки понадобится для до замеса немножечко буквально по щепотки тесто не должно быть жидкое должно такое прям не сильно липнущая к рукам стать гладкая миску как всегда смазываю капелька растительного масла тесто как-то активно тоже не нужно вымешивать немножечко его помесили чтобы оно не прилипало к рукам вот такой видите и все выкладываю вверх швом и поворачиваю так чтобы тесто тоже немножечко маслом сверху покрылась растительным все сформировали вот такой колобок и оставляем затягиваем пленочкой оставляем на час тесто подошло нужно обмять его теперь и сформировать 8-9 булочек присыплю немножко стол и тесто мукой несколько щепоточек буквально и и и и и и Продолжение следует... 8 штучек у меня получится. Ну, как формировать шарики, я уже показывала в каком-то из видео. Ну, еще раз делаем лепешечку и подворачиваем как бы внутрь. Потом делаем вот так. Еще раз, если не совсем ровная выходит. Собираем вот так вот с краев в центр. И потом просто катаем как бы не сильно прижимая, чтобы у вас как бы шарик этот бился об руку и об стол. И получаются ровные вот такие вот артобулки. Если сильно припулилили стол мукой, так получаться не будет, потому что цепляться не будет тесто за стол. Можно тогда вот так вот просто как бы подбивая под низ. Когда собрали в шар, тоже ровненькие шарики получаются. Видите? Вот таких 8 булочек. Включаю духовку разогреваться. Поставлю пока на 200 градусов. И булочки пусть стоят 15 минут. И за это время будем делать глазурь, которую будем их сверху покрывать. Сейчас накрою их еще пленкой, чтобы не заветривались. Или полотенчиком можно. У меня вот здесь 1,4 стакана кукурузной муки. Можно брать либо рисовую, либо кукурузную. С ним будут получаться более фактурные такие трещины. Ну, можно и в принципе и обычную. Не такие явные будут трещинки просто-напросто. Чайную ложечку такой неполной дрожжей. Чайную ложечку сахара. Чайную ложечку с горкой какао. Примешаем. Это все у нас сухие ингредиенты, которые нам нужны. Добавим полстакана. У меня здесь воды. Сейчас буду размешивать и смотреть. Вдруг он весь не понадобится. И растительного масла. Ложечку. Поэтому воду вливаем потихоньку. Посмотрите, по рецепту идет полстакана. Но у меня ушло чуть больше половины от этой нормы. Вот такая должна смесь. Не сильно жидкая, не сильно густа быть. Если бы мы вбухали все сразу, эти полстакана, то через чур получилось бы жидко. Все. Теперь берем эту глазурь и смазываем вверх булочек. Смазать нужно таким хорошим, толстым слоем. После того, как мы смазываем этой шоколадной глазурью с кукурузной мукой, смотрите, как раз у меня на 8 булочек ушло. Оставим буквально минут на 5-7, максимум на 10, чтобы оно немножечко схватилось. Все, прошло у меня 5 минут. Я уже даже смотрю, начали появляться первые трещины. Поэтому быстрее отправляю в духовку, на разогретую на 200 градусов. Вот, посмотрите, какая красота им получается. Такие вот жирафики. Желто-оранжевые с трещинками. Вообще прелесть, не правда ли? Так, не помню, я сказала, выпекала их ровно 25 минут при 200 градусах. И давайте посмотрим, какая мякоть внутри у них получилась. На вид, конечно, они привлекательные очень даже. Посмотрим, что же у них внутри. А внутри вот такие. Вот, не знаю, камера передаст, не передаст цвет. Желтенькие, как цыпленочек. Да, у меня булочки жирафы, а получились в итоге цыпленочки. Цыпленочки. Все сморозило. Цыплятки. В общем, булки классные. Посмотрите, какие интересные, необычные. Кто желает, может повторить мой рецепт. На вкус. На вкус, получается, они не сильно сладкие. Слегка. Можно даже сказать, едва сладкие. Поэтому, если будете с чем-то кушать, можно дополнять каким-то джемом с чем-то сладеньким. А, в принципе, по большому счету, можно даже и с чем-то соленым есть. Потому что, ну, вот они, ну, не то, что прям совсем-совсем не сладкие. Едва ощутимо сладкие, можно так сказать. Вот. Вот такие вот. У меня сегодня были булочки жирафы, которые в конце превратились в булочки цыплята. Не суть важно. Булки классные. Попробуйте. Кто желает, повторите. Всем желаю удачной выпечки, удачных блюд на вашей кухне. До скорой встречи на моем канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»